Открываю сегодня, там, первое, там, Википедия, да, где читаю, вот сейчас дословно, как известно, информация потом, как известно, из-за сериала Маргоша, Мария и ее муж Николай подали заявление на расторжение брака. Вот, ну, то есть, не знаю, кому это известно и почему, но вот это дословная цитата, да? Да, я сейчас такое читаю, что Мария там сейчас нам расскажет, почему ее бросил муж, в общем, потом, кто-то такие заголовки были, значит, Маргоша осталась одна, ее бросил муж после эротической фотосессии в Максиме, господи, что только не пишут, я уже беременная, от кого только не была, как бы, все это бульварная пресса, которая, как бы, ну, пишет потому, что не получили от меня интервью. Есть ряд журналов, с которыми я просто принципиально не общаюсь в Москве и совершенно спокойно общаюсь на Украине. Вот, я не буду называть их, вот, но те, которые журналы в Москве, которым я отказала по весомым причинам, вот, они просто берут и тырят материал в наглую Украину и потом выходят, мне приносят, я говорю, ну, ладно, пусть, пускай, как бы, ну, не проблема. Я не лично с ними общалась. И в основном гадости пишут и небылицы те, кто получил отказ от меня, насобирали там где-то, там, ксерили там фотографии, где-то там ВКонтакте вообще совершенно мутных. И там фотографии, мама дорогая, вообще, такое ощущение, что специально там увеличенные, там, какие-то недостатки просто, там, абсолютно без фотошопа. Я, в принципе, не сторонник фотошопа, но какие-то элементарные, когда ты видишь и, ну, я не знаю, профессионал не может напечатать ни таких фотографий, ни такого интервью. Там нету моей прямой речи, абсолютно. Выдернутые какие-то фразы из контекста, которые слагают с собой другую историю, абсолютно нежели. Вроде все, что я говорила, это я говорила, но история, получается, абсолютно другая. Абсолютно, конечно, вот так вот нас настригли и пустили. Вот смешно, действительно. Я не могу сказать, как бы, что Маргоша имеет отношение к моему разводу. Или наоборот, там, нет, это все не из-за этого. Кто же знает, как говорится. Ну, естественно, понятное дело, если вот логически смотреть, да, на все это и разбирать, там, какие-то причины, да, какому мужу понравится, когда жена приходит домой на два часа сна. Естественно, естественно, это тоже. Потом Коля тоже постоянно в командировках находился. То есть я постоянно куда-то уезжаю. Мы не виделись практически вообще совсем. То есть профессия, конечно, отняла у сына мать, у мужа жену, вот, у родителей дочь и так далее. Но изначально я знала, что будет так, я знала, что будет нелегко. И это моя профессия, которую я люблю. И, конечно, вообще Маргоша, это период в моей жизни. И скоро будет уже практически три года, когда вот, вот как продолжается вся эта съемка. И, безусловно, конечно же, мы меняемся вообще в течение жизни. Ну, и, естественно, за эти три года я тоже поменялась. Я не знаю, на что это списывать. Благодаря Маргоше или, там, благодаря ли... Может быть, я без Маргоша поменялась бы по-другому, и было бы все по-другому. Я не знаю, кто знает. Тут, как бы, не скажешь. Может быть, и из-за этого, может быть, и не из-за этого. Но, тем не менее, с Колей мы сохранили прекрасные отношения, как бы, постарались сохранить, насколько это возможно, человеческие отношения. Поскольку мы оба, там, взрослые, умные, мудрые люди, и я его очень люблю, как своего близкого, родного человека. Он действительно близкий, родной человек, к которому я очень трепетно и тепло отношусь, к которому я помогу в любое время суток, если он мне позвонит, если ему что-то понравится, чем смогу, да и чем не смогу, тоже помогу. Вот. Ну, просто, ну, так получилось, что, я не знаю, наверное, поменялись взгляды, и, может быть, мне стало понятно, что это не тот мужчина, за которым я пойду по жизни. Вот. Не знаю, может быть, это слишком поздно, я поняла, там, да, и так далее. Причин, на самом деле, куча, я не думаю, что стоит, там, вот так вот досконально это разбирать. Вот. Ну, суть в том, что и с Никитой, как бы, они общаются, и когда... Что-то нужно помочь, и вот меня нету, например, мои родители звонят ему и просят о помощи, и он никогда не отказывает, вот. И он называет моих родителей «мама-папа», они его называют «сынок», то есть он... Ну, он родной мне человек, Коля. Я его очень люблю. Но не той любовью. Многие считают, что, в принципе, семью, да, там, нужно сохранять, даже ради детей, в любом случае, да. А ты как считаешь, там, нужно ли, или попробовать все-таки, не знаю, остаться друзьями, так как вот ты говоришь, да, но не жить вместе и так далее. Я не знаю, я не гуру отношений. У меня вот почему-то все время после Маргоша такие пошли вопросы, как будто я уже знаю все и обо всем, причем и о женщинах, и о мужчинах, и об отношениях женщины и мужчины в целом. Я не могу сказать, ну, конечно, конечно, надо пытаться сохранить семью. И я пыталась, и Коля пытался, но, видимо, значит, не получилось. Вот. С другой стороны, если смотреть, да, вот на эту ситуацию, то это у нас вот не было, да, там, никаких скандалов, потому что там до чего-то я там дошла, да, своим там умом, там, где-то Коле хватило там такта, выдержки, терпения, да, вот. Но в основном всегда, когда люди решают разойтись, у них какие-то очень много взаимных, там, претензий, упреков, обид, куча всего, очень много невыясненного. И из-за этого получается только лишь скандалы какие-то, там, дрязги, вот эти вот. Вот. Я предпочла в своей ситуации все это, все это вот просто вот отпустить вот так вот и ничего не выяснять, ни о чем не говорить, как бы, ну, уже по окончании, то есть по нашей совместной жизни. Вот. Я не предъявляла Коле никаких претензий, хотя могла бы, конечно же, так же ровным счетом, как и мог бы предъявить мне, вот. Ну, видимо, хватило ума у нас обоих, вот, и я считаю, что все-таки, если решение принято, то лучше разойтись, и ради детей все-таки не стоит сохранять семью, потому что это такое понятие, что вот, там, женщина, например, боится уйти от мужчины, некуда ей идти, она говорит, я вот ради ребенка там живу с ним. И все, вот мы привыкли спихивать там, да, на то, что, ах, это ради детей, да, ну, послушайте, ну, это смешно, ради детей было бы лучшим сохранить человеческие отношения. Как я своему ребенку объясняю, что, я говорю, ну, Никита, я говорю, мама с папой тебя любят в любом случае, вот. Даже если мама с папой не живут вместе, то на отношение к тебе это никак не влияет. Он мне спрашивает, мама, ты любишь папу? Я говорю, конечно, люблю, он же там, вот, ну, у меня ребенок считает моего второго мужа отцом своим, и он не видел, в общем, своего настоящего отца, он называет папой Колю, вот. Поэтому я говорю, я, конечно, я его люблю, как же я его могу не любить, вот. Ну, просто мы не можем жить вместе по каким-то там причинам, потому что, ну, у нас разные взгляды там, так далее. Ребенок мой, он не чувствует абсолютно какого-то там ущемления, то есть он, когда ему нужно, он всегда там может позвонить Коле, он рядом живет, и Коля его забирает, они, ну, там, по себе, они там играют вместе, ходят в автоматы, он может его на тренировку отвезти. То есть он, ну, он реально помогает моим родителям, вот, когда меня нет, он его там и к зубному, там, и туда, и сюда, то есть он проводит с ним время, вот, и Никите нравится. Ну, я не могу сказать, что у меня есть такая вот у ребенка прям потребность, или он там обделен у меня лаской, вниманием. Даже несмотря на то, что я его вижу редко, я стараюсь дать ему понять, что он любимый, что он самый лучший, что, вот, и выливаю на него просто буквально прям вот все свои чувства сразу, что он просто в шоке. И мы уже с ним переходим на какой-то свой язык, который, значит, вот мы все с ним там смеемся, мы с ним начинаем мяукать вместе, значит, вот так вот, значит, миловаться, вот, и начинаем мяукать. И он говорит, что мама кошечка, а я вот ее котенок, и мы, мяу, сидим с ним вдвоем, вот так вот. Ну, вот у нас такое выражение, там, носиками, там, друг об друга, в общем, ну, такие какие-то нежные, вот именно которые вот нам именно вдвоем, вот эта вот теплота, прикосновения, объятия, которые там очень важны, очень. Вот, и я ему прямо полностью сразу же выливаю, он у меня даже иногда просто шизит от того потока, который я на него обрушиваю, просто, вот. Ну, как тебе кажется, ему сильно не хватает, вот, он сильно страдает от этой твоей занятости? Ему сильно не хватает твоего внимания? И как с этим бороться, собственно? Ну, конечно, ему не хватает внимания. Я не могу сказать, что катастрофически, потому что, если бы я видела, что мой ребенок действительно страдает от этого, ну, наверное, мне пришлось бы как-то что-то думать и менять что-то в своей жизни, видимо, мне пришлось бы как-то разгрузиться более-менее от работы, вот. И то у меня вот такой сейчас период в жизни напряженный, я сама, честно говоря, не ожидала, что это будет настолько, вот, напряженный. Но я ему объясняю, говорю, дружок, потерпи. И сейчас такой период, что мне сейчас нужно немножечко поработать. Он это понимает, в принципе, я могу сказать, что он у меня там не слоняется без дела, весь такой обделенный, незамеченный. У него есть чем заняться, у него очень много всяких дел, которыми он занимается. Он ходит на айкидо, он ходит в бассейн, его водит дедушка, он занимается с педагогами. Вот сейчас еще будет заниматься английским языком. То есть у меня очень тоже достаточно занятый, для своих, для его каких-то развлечений у него тоже остается самый минимальный минимум. Поэтому я могу сказать, что даже так, что когда, например, я дома, то он может пойти и заниматься там своими делами. Он там не сидит около меня, потому что, ах, мама там вот раз полгода дома. То есть, ну, в принципе, я его вижу достаточно часто, просто, ну, по времени немного. Когда я в Москве, я, думаю, и с утра его увижу. Но в основном почему-то я прихожу, у меня сейчас еще очень сложно то, что у меня еще идет полный метр под названием «Бабло». Костя Буслов, режиссер, вот, и там я тоже играю главную роль, поэтому мне приходится это все совмещать с Маргошей. Вот, еще вот у нас тут передача, вот, поэтому еще я антрепризу репетирую. Вот, еще у меня еще один полный метр остановился в городе Курске. Вот, поэтому я иногда даже прихожу, у меня так получается, что я с ночной смены, прям не заезжая домой, еду на дневную, и с дневной я прям еду сразу же на ночную. То есть, ну, вообще просто времени нет. Ну, иногда вот прихожу домой с ночной, он в школу собирается.